Ирина Герич в новогодние праздники не только отдыхала, но и активно трудилась. Девочка занимается в Захаровском ДК, часто принимает участие в концертах. И этот день не стал исключением. Для гостей фестиваля Иришка исполнила свои любимые песни. Я принимала участие во многих концертах в новогодних, но не только в Захарово, еще и в Москве. Эта зима в Захарово выдалась по-настоящему жаркой, шумной и веселой. Практически каждый день проходили разные мероприятия, которые были рассчитаны как на взрослую, так и на детскую аудиторию. С того момента, как мы открыли парк Захарова, у нас количество гостей мы подсчитываем. У нас ведется учет, специально стоит оборудование. И мы можем сказать, что такое количество людей, которые посетили наши праздники в этом году, не было никогда. Приезжают экскурсии, которые посещают музей-заповедник. Приезжают экскурсии, которые хотят непосредственно послушать наши сказки в сказочном доме. Поэтому очень много детей, очень много детей. И это радует, потому что мы всегда позиционировали и парк Захарова, и наше вообще культурное пространство в Захарове как для семейного отдыха. Также в праздничные дни работала рождественская ярмарка, где были представлены не только авторские работы мастерец поселения, но и вкуснейшие пироги и домашнее варенье. Кстати, в этот день особой популярностью пользовался тыквенный глинтвейн. Витаминный овощ в сочетании с пряными травами дает необыкновенный насыщенный вкус. Самые маленькие дегустаторы, которые сначала узнают, что там тыква, говорят, мама, не буду. Пробуют, говорят, мама, дай, купи себе свой. Для нас это очень ценно, конечно, потому что мы рады таким отзывам. Рады радовать. Пока дети в отделе хоровода играли с аниматорами, взрослые демонстрировали свою молодецкую удаль и подпевали артистам. Праздники были потрясающие, волшебные, чудные. Прощаемся мы с таким же потрясающим настроением. Сегодня все-таки праздник Крещения Христова. В душе у всех праздник, у всех потрясающее настроение. Я надеюсь, что это настроение до весны, до лета и на круглый год у всех в душе засядет. Как теперь не веселиться, не грустить от разных лет? В нашем доме появился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили в себе, что на сосед играли на кларнете и трубе. Зима в Подмосковье продолжается следить за афишами мероприятий Захаровского дома культуры и Пушкинского парка. Вас ждет еще много интересного и увлекательного. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.